Привет, друзья! Рада видеть вас на моем канале. Сегодня мы с вами будем готовить творожную запеканку, но сделаем ее не в духовке, а на сковороде. Я думаю, такой рецепт отлично подойдет для дачи. Ведь на даче тоже хочется сделать вкусный завтрак, а из техники обычно только плита или плитка. Запеканка получается очень вкусная и сочная, моему мужу она нравится даже больше, чем классическая запеканка в духовке. Нам нужно взять глубокую миску и аккуратно отделить белки от желтков. Думаю, вы все умеете это делать. Белки пока оставляем в сторонке, а желтки перекладываем в другое блюдо. Добавляем к желткам сахар, крахмал и творог. Крахмал в этом рецепте я добавляю кукурузный, картофельный крахмал тоже можно положить, но, к сожалению, пропорции я вам не подскажу. Потому что всегда использую именно кукурузный крахмал. Творог беру вот такой вот пастообразный. И хорошо перемешиваем все ингредиенты с помощью обычной ложки. Но если творог у вас зерновой, то лучше воспользоваться блендером, чтобы получилась однородная масса. Теперь возвращаемся к нашим белкам. Добавляем в них небольшую щепотку соли. Я, кстати, давно уже использую морскую соль. И взбиваем в пышную пену. Здесь, конечно, не обойтись без миксера. Взбиваем примерно минуту на максимальной мощности миксера. Твердые пики, как для меринга, нам не нужны. Нам необходимо лишь получить пышную, воздушную, красивую массу. Вот такую. И теперь соединяем белки с нашим творожным тестом. Просто перекладываем их к творогу и перемешиваем с помощью столовой ложки. Намешать нужно неактивно, а очень аккуратно движениями снизу вверх, чтобы пузырьки воздуха не полопались. Такую запеканку можно готовить без начинки, а можно добавить какие-нибудь сухие ягоды или изюм. У меня была сушеная с лето земляника. Если добавили начинку, снова аккуратно перемешиваем наше тесто. Берем сковороду и смазываем ее небольшим кусочком сливочного масла. Сковородку нужно брать хорошую. Чем толще будет ваша сковородка, тем равномернее приготовится запеканка. Ставим ее на медленный огонь и прогреваем. Затем выливаем наше тесто и разравниваем сверху ложкой. Накрываем запеканку крышкой и готовим примерно 20 минут на самом-самом медленном огне. Точное время приготовления зависит как от вашей сковородки, так и от вашей плиты. Так что ориентируйтесь, пожалуйста, по вашим ощущениям. Вы увидите, когда запеканка равномерно приготовится. Готовую запеканку сразу не достаем, даем ей остыть под крышкой. Затем аккуратно вынимаем и нарезаем на порционные кусочки. Когда она остынет, она будет резаться очень и очень хорошо. Запеканка получается вот такая тоненькая и нежная, в этом как раз и есть ее плюс. Обязательно попробуйте приготовить такую на плите. Уверена, она вам понравится, если не больше, чем в духовке, то точно не меньше. Вот так наша запеканочка выглядит в разрезе. Посмотрите, какая она красивая. Приятного вам аппетита и очень вкусных завтраков! Приятного аппетита! Приятного аппетита!